Конопля для победы Конопля для победы Моряки никак не могли обойтись без конопли, впрочем, как и палачи Такие парусники, как знаменитый 44-пушечный фрегат Constitutions, требовали около 60 тонн конопли для своей полной оснастки Включая якорный канат толщиной в 25 дюймов Фургоны первых поселенцев американских западных штатов были крыты холстом, пропитанным конопляным маслом Само слово «холст» – «канвас» – происходило от латинского «конопациус», сделанной из конопли Тогда конопля была уважаемым растением и составляла значительную часть урожая штата Кентуккия и Миссури Однако потом на рынке появились веревки из джута, сизеля и дешевые конопли из Манилы И американские фермеры переключились на другие культуры Но сегодня, когда филиппинские и индийские источники конопли и джуту находятся в руках японцев Наша родная американская конопля должна встать на замену и удовлетворить потребности армии и флота А также остальных отраслей промышленности В 1942 году наши фермеры-патриоты по просьбе правительства вырастили коноплю для зерен на 15 тысяч гектаров А в следующем, 1943 году, отдадут под нее уже 20 тысяч гектаров В Кентукки большая часть посевов конопли находится на месте разлива рек, таком, как эта В некоторые из этих угодий не добраться без помощи лодок Сейчас нам всем просто необходимо найти места для будущих посадок Армия очень нуждается в этом Это является частью военной программы Этот фильм снят специально для того, чтобы показать фермерам, как следует растить коноплю И что делать с урожаем этого малоизвестного вне Кентукки растения? Это семена конопли Для того, чтобы выращивать ее, вам нужно зарегистрироваться и получить лицензию Без этого выращивание незаконно Будьте внимательны Подробности вы сможете узнать в местной администрации Не забудьте это сделать Конопля требует жирной, но без излишней влажности почвы Такая почва есть тут, в области Блюгресс, в Кентукки или в центральном Висконсине Почва должна быть богата органикой Иначе ничего не вырастет Проще говоря, если на вашей земле хорошо растет кукуруза, то и конопля тоже вырастет Конопля не истощает почву В Кентукки выращивают коноплю на одном поле в течение нескольких лет Хотя агрономы и не рекомендуют так поступать Плотная и тенистая конопля обычно забивает все сорняки, просто не оставляя им шансов Вот чертополох, он просто засох, не выдержав соседства Таким образом, конопля оставляет после себя почву в прекрасном состоянии для следующего урожая Сажать коноплю нужно плотно Чем ближе будут ряды, тем лучше Эту коноплю не сеяли рядами, а просто раскидали семена Она тоже пойдет в дело Но гораздо лучше, когда все растения, как вот тут, правильной длины и стебли у них тонкие Их будет легче собрать и обработать У стеблей слева больше волокон И они качественнее, чем у тех, что справа Эти слишком плотные и задеревеневшие Коноплю, которая выращивается для семян на посадку, можно сажать и на холмах Конопля – это растение с половым размножением Соцветия на женских растениях не бросаются в глаза Тогда как мужские растения видно сразу При выращивании конопли на семена, мужские растения выпалываются сразу после опыления Семена вырастут в женских соцветиях Конопля для производства волокна собирается сразу после опыления В тот момент, когда она начинает сбрасывать листья В Кентукки это происходит в августе Мы видим, как урожай убирается специальной автоматической жадкой Которой пользуется уже не одно поколение фермеров Урожай конопли в Кентукки бывает таким обильным, что убрать его без особой машины очень трудно Если конопля не такая плотная, то можно использовать Немного измененную сноповязку для риса Такую машину для уборки конопли много лет используемую в Висконсине Опробовали недавно на полях в Кентукки И хотя машина удобно подает коноплю непрерывным потоком Ей все равно далеко до современного комбайна Который без проблем подрубает даже очень густые посадки В Кентукки коноплю косят вручную по краям полей Подготавливая их к машинной уборке Здесь коноплю собирают в снопы после того, как скосят А потом расстилают тонким слоем по полю Для того, чтобы роса смачивала ее В Висконсине коноплю убирают в сентябре Здесь специальный конопляный комбайн с автоматическим подборщиком Посмотрите, как ровно вращающийся лоток стелит ряды по полю, подготавливая их к мочке Здесь всегда оставляют по краям поля пустые места Их можно засеять другими культурами, предпочтительнее мелкозерновыми Таким образом комбайн сразу может приступить к скаживанию Без ручной подготовки Скошенные стебли не должны перекрывать друг друга Это может помешать мочке Стандартная длина стебля 2,5-3 метра Сколько времени конопле лежать на поле Зависит только от погоды Для равномерного промокания ряды переворачивают Когда верхняя часть стебля кора легко отделяется от лупка, как сейчас Коноплю можно собирать в снопы Хорошо промоченная конопля имеет темно-серый или светло-серый цвет Волокна хорошо отделяются от стебля Если вы видите, что кора стебля натянута на нем, как тетива на луке Это значит, что конопля вымокла достаточно Когда растения слишком короткие или перепутались Или земля слишком мокрая для того, чтобы по ней ездить на комбайне Коноплю собирают в снопы вручную Вязать снопы можно веревками Но можно использовать и сами стебли Если условия позволяют, то убирать коноплю можно простой сноповязкой Для этого ряды должны лежать ровно и параллельно друг к другу Машина не сможет собрать перепутанные растения После сборов снопы коноплю нужно как можно быстрее отправлять на трепание В 1942 году в США было засеяно коноплей 5,5 тысяч гектаров А на 1943 год планируется уже 120 тысяч Традиционная для нашей страны культура Сырье для канатов быстро возвращается на американские поля Это кентуккийская конопля, которую доставили на завод в город Версаль В старые времена три палки на заводе были ручными Трудиться на них было очень трудно Это была воистину адская работа Сегодня машины справляются с этим быстро и качественно Субтитры создавал DimaTorzok Так придутся нити и веревки из американской конопли На фабрике в городе Франкфурт, штат Кентукки А это другой старинный завод Который производит текелаж уже более ста лет Теперь все такие заводы перейдут на отечественное сырье Веревки для корабельного текелажа и буксировочных канатов Для лебедок и сельскохозяйственных машин Для рукавов пожарных кранов Для шнурков в ботинке миллионов американских солдат И для стропно-парашютных наших десантников Каждый линкор военно-морского флота Соединенных Штатов Требует 10 километров канатов и веревок Другие суда тоже не отстают Здесь, на военно-морской верфи в Бостоне Где делали еще канаты для фрегатов Выпускают текелаж для флота в три смены Раньше это была ручная работа А сейчас Машины позволяют производить канаты длиной в 300 метров Пряжи для них подается через отверстие в железной пластине Это конопля из Манилы Запасы которой быстро истощаются на флотских складах Ее должна сменить наша Отечественная американская конопля Конопля для буксировки Конопля для погрузочных механизмов Конопля используется моряками практически постоянно Как в море, так и на берегу Так же, как и во времена славных американских фрегатов Которые побеждали под конопляными парусами Конопля для победы Конопля для победы Конец Текст читал ЗАРТ Перевод на русский КВЕРТЯ Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok